Сегодня мы продолжаем листать календарь ухода из жизни знаменитых людей в 2024 году. 23 января не стала музыканта, композитора и музыкального продюсера Фрэнка Фариана. В первую очередь он известен как создатель легендарной группы Бонни Эм. Музыкант прожил 82 года. 24 января из жизни ушла певица Вероника Круглова. В нашей стране она была популярна в 60-х и 70-х годах прошлого века. Первая популярность пришла к ней вместе с песней «Ничего не вижу», которую певица исполнила в 1964 году в «Голубом огоньке». Три года она была женой Иосифа Кобзона и выступала с ним вместе. Позже певица вышла замуж за Вадима Муллермана, и у них также сложился дуэт. На это время и пришелся пик славы Веронике Кругловой, но спустя непродолжительное время популярность стала угасать, и она уехала из СССР. Певице было 83 года. Вероника Круглова похоронена в Соединенных Штатах. 25 января этот мир покинула модель Масуи Мимакс. Она прославилась благодаря съемкам для журналов, в том числе «Плейбой» и «Максим», а также в музыкальных клипах. Модель прожила 45 лет. 26 января свой земной путь завершила актриса Вера Молчанова. В ее фильмографии 20 ролей в кино. Зрители помнят актрису по лентам «След», «Конец света» и по другим проектам. Вере Молчановой был 81 год. 27 января умерла актриса, жена певца Эдуарда Хиля Зоя Хиль. Ради того, чтобы быть ближе к мужу, она по большей части завершила актерскую карьеру и постоянно работал с Эдуардом Хилем. Была конферансье и помогала ему как балетмейстер. Актрисе было 92 года. Зоя Хиль покоится на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. 28 января ушел футболист Луис Тихада. Он выступал за панамские, колумбийские и мексиканские клубы, а также за сборную Панамы. Футболист прожил 41 год. Причиной смерти Луиса Тихада стал сердечный приступ. 29 января не стало музыкантом и певца Юрия Ильченко. Он был членом музыкальных групп «Мифы», «Машина времени», «Радуга», «Контур» и других коллективов. Музыкант прожил 72 года. 30 января из жизни ушла актриса и танцовщица Чита Ривера. Она получила широкую известность благодаря ролям в театре и кино, а также выступлениям в музыкальных шоу «Бродвее». Многие помнят актрису по проектам «За гранью возможного» и «Чикаго». Чита Ривера прожила 91 год. 31 января этот мир покинула актриса Фарида Муминова. Возможно, вы помните ее по фильмам «Битва трех королей» и «Личная жизнь королевы». Актриса прожила 66 лет. Фарида Муминова покоится на южном кладбище Магнитогорска. 1 февраля свой земной путь завершил актер Дмитрий Овчинников. В его фильмографии свыше 60 работ в кино, в том числе в лентах «Молодежка», «Ивановы», «Ивановы», «Короче, 1,2». Актер прожил 50 лет. 2 февраля умер актер Дон Мюррей. Он знаком поклонникам кино во многих странах мира более чем по 40 ролям. Возможно, и вы помните этого актера по проектам «Побег из Восточного Берлина», «Смертоносный герой», «Радиоактивные грезы» и «Жертва острова». Дону Мюррею было 94 года. 3 февраля ушла актриса Хелена Рахо, снявшаяся в лентах «Темнее ночи» и «Дом на юге». Она прожила 79 лет. Причиной смерти актрисы стало онкологическое заболевание. 4 февраля не стало футболиста Джака Малози, игравшего на позиции защитника. С 1955 года и по 1969 год он играл за римский клуб «Рома» и провел 386 матчей. Помимо клубной карьеры спортсмен выступал и за сборную Италии. Вместе с национальной сборной Джака Малози провел 11 матчей, в том числе выступал на чемпионате мира 1962 года в Чили. После завершения игровой карьеры он перешел на тренерскую работу. Спортсмен тренировал итальянские футбольные клубы до начала 80-х годов прошлого века. Джака Малози прожил 88 лет. 5 февраля из жизни ушел музыкант, певец и актер Тоби Китт. В начале 2000-х годов он считался одним из самых популярных исполнителей в своем стиле. На счету музыканта свыше 20 альбомов. Среди них есть и золотые, и платиновые. Четыре альбома занимали первую строчку хит-парада Billboard 200. Тоби Китт снялся в фильме «Пиво для моих лошадей» и в нескольких других лентах. Ему было 62 года. Причиной смерти музыканта стало онкологическое заболевание. 6 февраля этот мир покинул актер Александр Симонец. Он хорошо запомнился зрителям по ролям в фильмах «Дружная семейка», «Счастливы вместе» и «Моя прекрасная няня». Актер прожил 61 год. Причиной смерти Александра Симонца стала острая сердечная недостаточность. Он похоронен в селе Семяозерка Ивановского района Амурской области. 7 февраля свой земной путь завершил актер Аброр Турсунов. Возможно, вы помните его по проектам «Гончары горшок» и «Кто сумасшедший». 8 февраля умер один из основателей группы «Машина времени» и автор ее названия Юрий Борзов. Он прожил 70 лет. Причиной смерти музыканта стало онкологическое заболевание. 9 февраля ушел актер Александр Фабисяк. Он знаком зрителям по фильмам «Окно» и «Где бы то ни был господин президент». Актер прожил 78 лет. 10 февраля не стало актера Павла Реймана. Он служил в Пермском театре оперы и балета. Актеру было 59 лет. 11 февраля из жизни ушел бегун Келвин Киптум. С 8 октября 2023 года он является мировым рекордсменом по времени преодоления марафона. Спортсмен прожил 24 года. Причиной смерти Келвина Киптума стало ДТП. 12 февраля этот мир покинул художник, плакатист и художник-постановщик Рашид Софиуллин. Он участвовал в создании фильма «Время жатвы». Художник известен и в качестве автора и иллюстрации книг. Рашид Софиуллин оформил книги «По щучьему веленью», «Ночная сказка», «Дикобраз и корабль» и другие. Его работы выставляются в Музее изобразительных искусств Татарстана, а также хранятся в частных коллекциях во многих странах мира, в том числе в России, Германии, Швейцарии и США. Художник прожил 74 года. 13 февраля свой земной путь завершила актриса Виктория Островская. Повсеместную узнаваемость она получила благодаря роли женщины легкого поведения в комедии «Бриллиантовая рука». Кроме того, актриса снялась в ленте «Старый знакомый». Виктория Островская прожила 85 лет. 14 февраля умер актер Виктор Раду. Он снялся в 30 фильмах, в том числе в лентах «Ликвидация» и «Пляж». Актеру было 67 лет. Причиной смерти Виктора Раду стала остановка сердца. Субтитры создавал DimaTorzok